МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Генпрокурор Юрий Луценко рассказал на заседании парламентского комитета по нацбезопасности о результатах экспертизы этой военной трагедии. Генштаб планировал блокировать Иловайск. Это позволило бы перекрыть доступ к Донецку. Однако не учли вторжение российских войск в это время. Кроме того, в операции участвовало недостаточное количество бойцов АТО. Напомню, в августе 2014 года после масштабных боев украинские военные попали в окружение под Иловайском. Нарушив договоренности между украинским и российским генштабами, боевики и российская армия в упор расстреляли наших бойцов, когда они выходили по зеленому коридору. По официальным данным, тогда погибли 366 человек, 429 были ранены, 128 попали в плен, 158 пропали без вести. Ильми Умеров призывает 3 сентября выйти на акцию поддержки политзаключенных, говорится на его странице в Фейсбук. Заместитель главы Меджлиса, которого в аннексированном Крыму поместили в психбольницу, благодарен за поддержку, призывает говорить и о других крымских политзаключенных, считает, мир должен знать о проводимых Кремлем репрессиях. И хочет, чтобы тема оккупации полуострова прозвучала на саммите G20 в Китае. Сегодня в Киеве активисты провели акцию под посольством России, посадили символическое дерево. На нем написали имена политзаключенных. На 3 сентября по инициативе адвокатов у Мерова запланированы акции в его поддержку в Украине. В некоторых европейских столицах, а также Торонто, Москве и Санкт-Петербурге. Напомню, крымские оккупационные власти обвиняют Эльмию Мерова в сепаратизме. Суд вынес решение о проведении психиатрической экспертизы. Психдиспансер его принудительно перевели из кардиологии, где он недолечился. Полмиллиарда долларов на закачку газа. Еврокомиссия предлагает правительству Украины совместно обратиться к Всемирному банку о выделении кредитов в 500 миллионов долларов. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Марш Шевчевич во время встречи с украинским премьером Владимиром Гройсманом. Кредит планируют получить к началу отопительного сезона. Средства используют на закупку дополнительного газа. Всего, по словам Гройсмана, для прохождения отопительного сезона нужно накопить в подземных и захранилищах 17 миллиардов кубометров газа. Исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун представила свою новую команду. Уверяют, это специалисты и технократы. Так, ее заместителем по вопросам медицины и организации медпомощи в АТО стал Александр Линчевский. Хирург городской клинической больницы, был директором инициативы защиты патриотов. Еще один новый замминистра Оксана Сивак, консультант Всемирной организации здравоохранения, акушер-гинеколог, отвечает за общественное здоровье и евроинтеграцию. Куратор исследований по онкологии, кардиологии, ревматологии, эндокринологии. Павел Ковтанюк назначен заместителем по направлению реформ. Он в этой сфере работал в ВОЗ и в надсовете реформ. Участвовал в разработке стратегии реформирования здравоохранения. Офис полицейского омбудсмена открылся в Киеве. Управление полиции по обеспечению прав человека разместилось на улице Институтской, 29. Там будут отслеживать ситуацию в изоляторах временного содержания и в районных отделениях полиции. Основная задача – предупредить нарушение прав человека сотрудниками полиции. По словам Хатиды Канаидзе, сотрудники офиса – бывшие патрульные, прошедшие соответствующие тренинги. Офис будет напрямую работать с офисом Уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Позже подобные офисы появятся во всех областных центрах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова